Здравствуйте всем дорогие друзья, с вами я Камарачи и в этом видео я бы хотел извиниться перед вами, что в предыдущей серии был ужасно плохой звук. Не понимаю, из-за чего произошли эти всякие хрипы и шипы, которые в видео, потому что обычно я всегда звук дорабатываю еще потом в программе, чтобы он более-менее нормально звучал. И также хочу сказать, что скоро это закончится, потому что новый микрофон уже в пути и скоро будет хороший качественный звук. Хотя сейчас в принципе тоже неплохой, но с данным микрофоном, который придет, будет еще лучше. Я создал турнир, как видите, вот игроки приходят, очень крутая удочка, второе место не очень, а вот третье место неплохая катушка. Надеюсь взять первое место, как всегда на Буффало Малоротово, сейчас будем ловить. Я знаю, я читал комментарии, что мне писали по поводу того, что никто не представляет, сколько так можно выловить рыбы, почему так много рыбы и все в таком же духе. Но я примерно знаю, как это ловится, то есть глубина сейчас 325, но я делал меньше глубину, я делал глубину 290. Вы смотрите по своим предпочтениям, но в принципе 325 нормально, здесь вот они идеально стоят. Удочки все хорошо и Малоротик ловится, причем ловится неплохо. Черненький иногда заходит, так путевку не забываем. То есть как бы отлично. Ждем Турика, на победу не знаю, честно, потому что может быть люди знают, как ловить рыбу, какую тактику применять, может не знают. Я в последнем видео, которое я заснял, я хотел показать, как это все делается, но в итоге я там его послушал, звук там тоже очень-очень оставляет желать лучшего. Поэтому это видео не выйдет в свет. Но данный видеоролик выйдет, потому что здесь, я думаю, будет уже все четенько. А пока ждем регистрации на Турик и уже будем бомбить. Сейчас я посмотрю, какая будет прикормочка, из чего ее сделать и, наверное, будем даже прикармливать, чтобы можно было поймать неплохие экземпляры. Участников хватает, 4 человека. Не знаю, как они будут ловить. Вот этот, наверное, дедок очень опытный, думаю, он у меня выиграет. И вот этот тоже персонаж, мне кажется, Вадик 81 поможет предоставить хороших проблем мне. Не поможет, а точнее может, да. Я думаю, буду еще играть не один турнир, поэтому закупаемся по-серьезному. Прикормку берем хлебный мякиш. Применяем прикормку хлебный мякиш и будем смотреть по профиту, сколько у нас будет выловлено рыбки. Я думаю, турнир будет очень интересный, исходя из соперников. 4 игрока, но зато один только дедок чего стоит. Да и Вадик, думаю, очень неплохо может так подпортить нам картину. Но все же, даже если нам удастся занять хотя бы третье место, у нас уже катушка секрет в кармане. Что можно считать уже неплохим результатом. Удочка князь, если все-таки нам улыбнется хорошая удача, это будет просто великолепно. Я бы хотел ее забрать, потому что такая удочка стоит в магазине приличных денег. Да и вообще любые снасти, которые где-то за 200 килограмм, они стоят приличных денег. Поэтому любые турниры, где вот снасти начинаются, ну я бы сказал от 100 килограмм, следует играть и следует стараться выигрывать. А сейчас посмотрим, как пойдет. Турнир стал артовал, пожелайте мне удачи, ребята, пока. Все спокойно, пока еще никакой рыбы никто не выловил. Моя тактика на данный момент, примерно вам расскажу. Я собираюсь использовать прикормку хлебный мякиш. Когда останется буквально час до конца игрового времени или полтора, я заюзаю универсальную прикормку в надежде на то, что пойдет рыбка и будет хороший клев. А сейчас, наверное, открываю я. Да, открываю я. Очень сильно надеюсь на победу. Но, но все-таки кажется, дедок нас выиграет. Очень большой разряд. Хотя Вадик 81, по-моему, тоже очень такой пробивной парень. По-моему, в предыдущем турнире я с ним играл, у него был очень неплохой результат. В около 50 рыб, что-то такое. У меня было 47. Поэтому тоже за этим персонажем надо следить. Думаю, он тоже может, так сказать, подпортить. Так, все. Хлебный мякиш сразу юзаем. Не забываем. И боремся. Я уже думал, дорогие друзья, что здесь нету прям таких достойных соперников, когда начался старт. Или хотя бы один Вадик достойный соперник. Но, увы, Амаргомон тоже предоставил сложности. И я что-то, знаете, задумался, получится ли у меня вообще этот турнир выиграть. Но у меня как бы с Вадиком разрыв большой, не знаю. Но это, думаю, чисто из-за везения. Клев очень плохой, как вы можете видеть по времени. Рыба клюет долго. Она, бывает, клюет и бросает наживку. То есть, она не предпринимает решительных действий по заглатыванию, так сказать, вашей наживки. Она убегает. То ли там цевьё крючка мешает, она колется, когда пробует наживку. То ли ей страшно, то ли я громко разговариваю с вами на видео, и она не хочет клевать. Но какие-то у неё есть моменты, почему она не хочет брать. Но сейчас вроде клёвчик чуть пошёл. Но если клёвчик у меня пошёл, то и у тех ребят он тоже, возможно, неудачная подсечка. Отлично. Тоже, возможно, пошёл. То есть, да, вот видите. Вот этих ребят боятся, я так понимаю. О, Саня Нагиряк. Вот тут этот парень ловил. Ой, блин, это всё из-за моей невнимательности. Вот этот парень ловил в прошлый раз. Он ловил, и он поймал неплохо. Неплохо. Будем смотреть. Но я надеюсь, он меня не обгонит. Всё-таки, наверное, немножечко поменяю тактику. Универсальную прикормку я заюзаю после того, как закончится хлебный мякиш. По-моему, хлебный мякиш не сильно-то и помогает. А вот универсал должен, думаю, помочь. Ну, будем смотреть. Будем смотреть. Я думал, такой игрок, как дед, такого уровня, он всё-таки сможет показать мастер-класс. Но он всё-таки, видите, мастер-класса он не показал. Значит, не все такие игроки высокоуровневые знают, как можно грамотно ловить, участвовать в турнирах. Мы с вами отстаём очень сильно. Это обидно. Это обидно. Но, надеюсь, мы сможем догнать и сможем победить. Но если будет такая хрень клевать, то вряд ли. Небольшой такой советик тем людям, которые собираются участвовать в турнирах. Старайтесь не пропускать неудачными подсечками, отвлеканиями своими ни одной рыбы. Потому что каждая рыба здесь может стать решающим фактором вашей победы. Вот я упустил две рыбы, когда одну отвлёкся, вторую неудачная подсечка. А это могло быть именно две рыбы, которые мне нужны. И сейчас я вам покажу результат, если бы я их не пропустил, к примеру. Может быть, они и не были. Может быть, вот этот опять бухало был бы. Но, если бы они были, у меня было бы 12. То есть, вы понимаете, да? Всю серьёзность ситуации. То есть, каждая рыбка, она отделяет от победы. И дедок уже начинает дышать в спину. Третье место, это, конечно, хорошо, но хочется первое. Потому что снасть довольно-таки очень весомая. Но, надеемся и верь. Есть небольшие проблемы, дорогие друзья. Турик подходит к концу, но... Два рыбака как-то разыгрались. Саня дышит в спину. Не знаю, как у них так получается ловить. Но у них получается ловить. И почему-то у них клюёт лучше, чем у меня. Я поставил 325 в глубину, как советовал Мото Мото. Но, как вы сами видите, тоже как-то вообще нифига. Не знаю, что будет тут, правда. Но, хотелось бы хотя бы третье место. Если даже третьего не получится занять. Но это будет фиаско. Очень обидно, потому что постоянно попадаются большероты Буфало. А мне нужен малороты. И я уже штук, наверное, тону, может даже 10 вытащил большеротых. Но малоротых не было вообще. Опять большероты. Как приговорено, понимаете? Как бабка пошептала, серьёзно. Мне везёт. Вот если две рыбы он вытаскивает, всё, я смещаюсь. Мне срочно нужен малоротый Буфало. Ребят, смотрите, понимаете, как будет сейчас обидно, если я проиграю. 9 рыб. 10. И время, время. И до сих пор ни одного малоротого Буфало. Вы представляете себе, как так? Ура! Наконец-таки один. Уже хоть третье место, возможно, сохраню. Хотя, если у него клюнет получше, чем у меня, тогда нет. Последние секунды. Не думаю, что он успел поймать рыбу. Да, третье место. Отлично. И зарабатываем чуть-чуть опыта и катушку секрет. Что у нас, малоротик клюнул? Нет, большая рота. Не знаю, почему мне так не везло, но всё-таки третье место взяли. Кто скажет, что фу, третье место, там снасть профукана. Ничего страшного, третье место, это тоже показатель. И давайте посмотрим, сколько мы продадим рыбу. Ещё плюс 30 тысяч упало нам на карман. Мы отбили нашу путёвку, заработали денег и неплохо провели время. Я вам показал методику, показал также тактику. Если вам интересно, пользуйтесь, пробуйте, играйте турниры такой методикой. Мне не повезло. Везло иногда побольше, получше, но сейчас как бы не повезло. Бывают по-разному. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки и нажимаем колокольчик. Пока-пока.